Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи, две встречи мы посвящали теме креативности. Насколько православный христианин должен быть креативен? Не заморский ли это какой-то чужеродный термин для нас? Действительно ли мы должны быть творческими? Об этом мы говорили в прежних передачах. Сегодня мы продолжим этот разговор с нашим гостем, с отцом Тихоном Схановым, с клириком храма Казанской иконы Божьей Матери города Чапаевска. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Мы говорили, уже презентуя вас, как-то знакомясь с вами, что вы и педагог, и психолог, и священник. Ну, психолог, может быть, без какой-то практики именно консультационной. Ну, надо, честно говоря, я учился просто. Вот. Да, мы поговорили, сказали, мне кажется, вот, очень важные вещи. А, что православный христианин не может избежать креативности, если он хочет таковым быть не номинально. Если он таковым хочет быть, ну, то есть, вот он хочет быть христовым. Для того, чтобы войти в отношения с Богом, с Христом, то это от него потребует определенной жизни. Да. Вот. И жизненного такого очень вдумчивого, глубокого отношения. В прошлой передаче мы поговорили о том, как выглядит человек без креативности. Вот. Ну, то бишь, мы говорили про роботов, мы говорили про вот этот вот, этот дух конформизма. И мне кажется, это, кстати, очень актуально на сегодняшний день, потому что современные христиане... С одной стороны, вы отметили, что, да, какие-то подвижки идут, что русское православие 2019 года, это не русское православие 1999 года. Это разные вещи, да. То есть, что-то меняется. Вчера можно было по шапке получить за то, что ударение, как вы правильно сказали, отметили, не там поставил. Сейчас как-то вот вроде бы с одной стороны посвободнее, но с другой стороны мы видим, как мы движемся в сторону вот этого конформизма в бытовой жизни, да, в какой-то жизни, не связанной с православием. Надо быть совсем согласным, надо всему кивать. И когда ты всему киваешь и совсем соглашаешься, исчезает или, по крайней мере, заглушается, уходит на самое дно творческая способность, которая тебя обязывает иметь собственное мнение. Вот сегодня мне бы хотелось поговорить о том, насколько вообще креативность сочетается с бунтом. Всегда ли это должен быть бунт? Всегда ли это должен быть вызов? Потому что, опять же, мы живем в эпоху постмодернизма, где высказывание не значит ничего. Высказывание произносится ради самого высказывания, оно не наделено смыслом, и люди, которые хотят преодолеть эту эпоху, преодолеть этот какой-то такой зацел, они хотят, собственно, взорвать систему. Вот насколько это уместно сочетать, как вам кажется? Я думаю, что это не имеет отношения к креативности, но креативность без этого не может быть. Ну, как-то, знаете, как я сейчас, не знаю, запутал я вас. Вот смотрите, есть понятие революции. В революционерах есть вот это вот какое-то стремление разрушить какие-то существующие рамки и так далее. Вот какой-то бунт у них есть, да? Ну, у них, может быть, что не хватит креативности на созидание. Вот, может быть, что этот бунт содержит в себе, ну, какое-то болезненное, злое, разрушительное ядро. Я поясню, почему я вообще решил задать этот вопрос, потому что вот в том фильме, который мы уже две передачи, да, обсуждали, почему мы креативно выступали, девушки из вот той самой панк-группы, которые выступали в храме Христа Спасителя. Вот они говорят, что это креативная практика, вот, то, что они, например, выбежали в центре храма, проорали ту песню, которую проорали, и что по-другому нельзя. И что вот эта вещь необходима, если ты хочешь называться творцом. То есть надо войти в систему и взорвать ее изнутри. Ну, помимо этого, должен быть какой-то богатый содержательный компонент. То есть мало преодолеть рамки. Вот, нужен какой-то вот содержательный компонент, потому что креативность, она бывает совершенно дурная. Ну, вот, конечно, ну, можно и, почему бы и нет, и можно и спеть, например, в храме. Но если это человечески организовать, можно даже, наверное, и в наше время современное организовать это как-то. И, ну, вместо бунта будет что-то более существенное и более, там, нужное. Ну, не разрушается тем самым пространство храма? Вот вы говорили в прошлой передаче про разрушение офиса. Ну, это очень тяжело, конечно, выдумать, как это сделать, чтобы не разрушить, да, пространство храма. Вот, у меня очень много сейчас пищает таких вот раздумий по поводу театра и церкви. Я согласен, вот, давным-давно, как раз на выставке православной прозвучала вот эта фраза о том, что супружеские отношения у театра и церкви, вот, ну, какие-то такие многовековые, они исконные такие. И вот в этих отношениях что-то есть и конфликтное, вот, и очень нужно аккуратно делать спектакли, если ты хочешь делать это сам воно. Вот. И, может быть, ну, я сторонник, наверное, того, что это не нужно делать. Ну, либо, вот, хотя у нас есть в храме опыт потрясающий, и, кстати, вот, говоря, не я делал, делали в воскресной школе, и вот периодически постановки ставят, дети прям разыгрывают после службы. Это настолько органично, это настолько живо, но это стилистически прям вот как-то интуитивно так выверено, и вот надо делать так, по-другому вот будет невозможно. И это интересно так вот, но это, и это их рука так делает, и я вот думаю, а мог бы я так сделать? Нет. Я бы так не сделал, ну, то есть стилистически бы как-то так не смог я этого сделать. Поэтому и не берешься, но чтобы вот лишнего не разрушить, того, что не нужно разрушать, потому что все-таки пространство Божие. Отец Тихонов, хочется задать вопрос, такой же немножко сейчас, раз мы резко направление, может быть, сменим. Что делать, если потерялось вдохновение? Искать, потерялось искать, надо искать. Я ехал, об этом же думал. Вот думаю, вот нет же технологий, у меня же не методический театр. Вот у меня, несмотря на то, что описаны там упражнения, несмотря на то, что я вот какие-то выводы делаю тоже в книжке там про знания, я пишу про чувства, там, ну, какие-то выводы делаю, в общем, педагогические. Но это же рефлексия, это не основа педагогики. А все, что мы делали, это делали как бы на вдохновение. И вот если потерялось вдохновение, как ты будешь дальше выстраивать театр, работу и так далее, если оно выстроено вот на какой-то спонтанности, импровизации, вдохновении. Вот здесь, кстати, может быть, и должна помочь технология какая-то, профессионализм. Вот, ну, его у меня мало, но вот его нужно добиваться, что ли. У творческих людей даже, которые хорошие вещи сочиняют или пишут, рисуют или делают, у них не всегда есть вдохновение в момент творчества. Ну, если немножко отойти от творческих людей, мы знаем, мы как священники, я думаю, часто сталкиваемся с людьми. Да что там говорить с людьми, иногда и сами это можем переживать. Нет вдохновения жить. Ну, в том смысле, что как будто бы вся твоя жизнь в какой-то момент, в момент твоего восприятия жизни превращается в существование, в выживание. И вот какое-то такое совершенно безбогодохновенное существование. И вот в этой связи, потому что, ну, понятно, что мы сейчас не только ведь о творческих людях говорим, превратить свою жизнь в произведение искусства, это тоже очень важно. А вот когда жить, там, скажем, вдохновения нет. Ну, так бывает, что и не хочется. Ну, как бы вот. Такое часто же распространенное состояние у людей. И надо, конечно, сказать, что и священники не обходятся без этого состояния. Вот. Как быть, когда... Ну, что мы делаем? Мы, во-первых, просим. Ну, первое, что мы делаем, это просим его. Ну, какое-то состояние, когда что-то хочется. Вот. Но просим как? Ну, понимая, что это не вот сейчас прям вот, и у тебя все там вдохновился. Ну, с готовностью вот пережить состояние вот без вдохновенности, без вдохновенное состояние. Я думаю, что в этих состояниях необходимо, насколько это возможно, стараться творчески воспринимать, ну, чужое творчество созидательное, творчески относиться к восприятию природы. Ну, вот, там, то есть, подлечить немножко себя вот таким вот творческим соприкосновением с Божьим миром. В этих состояниях необходимо точно выбирать тех людей, от которых ты отогреваешься, можешь отогреться. И если в себе вот немножко эту чутье вот это вот не заглушать, вот, тогда находятся эти люди, вот. И вот, ну, в этих состояниях бывают же какие-то просветы все равно. То есть, как быть, когда вдохновения нет? Его нужно искать, черпать, просить. Вот, и в конце концов, можно иногда заняться чем-то, и оно само придет. Вот, хорошо, когда, например, человек в музыкальной школе отучился. Вот я отучился в музыкальной школе, мне хорошо. Остальным, как быть, я не знаю, если вы не учились, что делать, откуда я знаю. Ну, что ты делал в детстве? Бегал? Иди бегай, вот. Ну, легкой атлетикой занимался? Иди бегай, вот. Побегаешь, побегаешь, вот, найдешь в этом вдохновение. И, ну, то есть, как-то проснешься, надо разбудить себя. Вот я сажусь за пианино, например, и бывает такое состояние, вот, вообще, ужас и кошмар. Думаешь, Господи, ну, как же, как же мне быть-то вот в этом состоянии? Как же мне его преодолеть? Я-то знаю, что унывать – это плохо, но как же мне по-другому? Как же, вот, как же? И вот, там, бринк, 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 и что-то вот такое вот забринкало, и что-то вот… И в какой-то момент бывают же случаи, когда само по себе вот это состояние изливается. Вот контакт все портит, потому что вот часто в этом состоянии вот люди что-то такое поверхностное сочиняют и сразу выкладывают. На самом деле, чем… Контакт – это социальная сеть. Да, социальная сеть, ну, все знают. Вот, и на самом деле вот такие вещи, они больше помогают. Почему? Потому что ты должен написать. Но помимо того, что ты изливаешь, ты отдаешь редактору, который тебе может какие-то художественные вещи подсказать или на что-то обратить внимание. Ты отдаешь корректору, ты ищешь финансирование, отправляешь там… Ну, то есть у тебя какая-то социальная активность есть, и это все гораздо труднее в производстве, да, но это тебя сильнее оживляет. И это какое-то более… что-то более настоящее. То есть все, что вот, например, написано в этой книжке, можно было на стене там в течение месяца написать, но это так не работает. Ну, это мне бы так не помогало, да, вот это творчество было бы немножко другое. Также вот я бы обринкал, например, но, может быть, этого еще недостаточно. Может, нужно, чтобы жена послушала или дети. Помню такой случай тоже вот, какое-то состояние такое было, я начал на гитаре играть. И гитара еще есть. Вот все эти… есть средства для души. Вот, начал играть на гитаре. Сын сидит напротив. А мы с вами помним, что никто не знает отца так, как сын. Вот. И вдруг он начинает плакать. И говорит, какая-то грустная песня. И, ну, обнимает меня, и он меня очень сочувствует. И вот это сочувствие меня отогревает. Я, конечно, заканчиваю петь эту песню. Вот, мы с ней сидим, и он вот, он какое-то сочувствие проявил детское. Я как-то высказался по поводу своего состояния отцовского. И мы сидим, и нам вдвоем хорошо, потому что мы, ну, видимо, мы друг друга поняли. И вот эти, конечно, встречи с творчеством, с другим человеком, они вдохновляют. Вот, недаром я говорил про Ильина. Возможно, многое в моем творчестве не состоялось бы, если бы не Ильина, допустим. А бывает такое, что ты ничего не делаешь, но просыпаешься ночью. Вот, недавно у меня такое было. Я проснулся ночью, оглянулся вокруг. И понял, что Бог всегда близко, даже если мы этого не чувствуем в какие-то моменты. Он всегда близко. Вот, Он всегда близко. И вот это такое вот коротенькое, маленькое чувство, оно такое пролонгированное действие. И оно вспоминается. И оно такое крепкой опорой служит. Вот, во многих случаях. И оно вдохновляет. И по мне, так, настоящая такая творчество и креативность, она чуть-чуть меньше эйфоричная и такая более вдумчивая, что ли. Вот, как-то я к этому... И хорошо, что у нас все три передачи какие-то тягучие, такие тяжеловесные и какие-то невосторженные, что ли. Потому что креативность и вдохновение, к сожалению, можно спутать вот с такой восторженностью, с какой-то. Часто мы испытываем счастье и радость, когда вдохновлены. Но иногда восторженности бывают какие-то иллюзорные. То есть, ну, креативность – это не про восторженность какую-то, и не про дурь, и не про бунт. Вот про что-то такое, что, может быть, и выходит, с одной стороны, за рамки, а с другой стороны, показывает, что если мы как-то в этих рамках себя неправильно ведем, наверное, мы с истинного пути сбиваемся. Вот, ну, настоящая креативность, она более вдумчивая, более медленная, более тихая. Вот, и когда, если говорить, возвращаться там в какую из наших передач, по поводу, как воспитывать, ну, если ты можешь что-то творческое делать, то води за руку с собой, ну, того, кто пока не умеет, ну, имеется в виду детей. А потом они в других каких-то модальностях, там, не знаю, дурацкое слово, в других видах творчества, в других сферах жизни, они все равно, ну, что-то у них интуитивно вылезет такое творческое. Я вот больше про то, что нас же смотрят вот люди, которые, ну, в том числе, пытаются как-то это все соотнести с верой. Со своей верой не встает вопрос, как научить этому ребенка. Встает вопрос, как эту креативность привнести в собственную жизнь. Как ее, если можно развить, развить. Если ее можно воспитать, воспитать. Можно ли, кстати, есть ли какой-то предел роста креативности, до которого момент... Ну, есть, наверное, да. Да, когда мы можем сказать, вот, дальше уже не надо. Потому что дальше начинается... Вот у меня есть знакомая девушка, которая ходит в футболке. Я личность творческая, хочу творю, хочу вытворяю. Да, вот в какой-то момент творчество перестает быть творчеством, становится таким тотальным вытворением. Вот, чтобы подвести некую черту просто. Давайте вот, может быть, как-то сформулируем. То, что быть креативным нужно, мы это сказали. А вот с чего начинается креативность в отношениях с Богом? С какой-то неторопливости в выводах, что ли. С готовности принять. Вот вдохновение, если мы его черпаем, если оно на нас не сходит, надо его учиться принимать. С какой-то незлобности. Даже если мы выходим за рамки, это все равно, мы выходим за рамки незлобно. Творческость начинается с желания правды, с желания каких-то подлинных, настоящих отношений. Вот. И если эти отношения мы можем добыть с помощью выполнения каких-то правил, да? Ну вот, то есть как-то люди эти же правила создавали, нужно так понимать. Вот у них были какие-то способы, это все способы. И нужно проникать в эти способы творчески тоже вот. Ну как-то вот стараться эти способы применить к себе, как-то вот отслеживать, а как я вот на эти способы реагирую, там, и так далее. Людей спрашивать, что со мной происходит, там, вот, и так далее, и так далее. И вот если есть это стремление по-настоящему, то вот в этом проявлять свою творческость. Вот. И отдавать себе отчет в том, что творчество и креативность может проявиться и в другом, ну, когда моя страсть, там, грубо говоря, овладевает мною. И вот нужно какой-то вот, ну, трезвость, что ли, ну, отдавать себе отчет в том, что это может произойти, что есть какая-то действительно грань в творчестве. Отец Тихон, спасибо за столь неспешный и вдумчивый разговор. И путанный. У нас с вами все три передачи путанные, простите. Все хорошо. На мой взгляд, зритель должен вычленить для себя самое важное из всего того, что было сказано, да, потому что ядер вот в этих наших разговорах было не одно. Вот. Единственное, мне бы вот хотелось, опять же, подводя некую черту под наш разговор, для наших телезрителей пояснить, что избежать творчества в отношениях в принципе невозможно. Неважно эти отношения с мужем или с женой, с детьми, с людьми или с Богом. Эти отношения требуют гибкости и требуют определенного креатива в выстраивании. Хотелось бы закончить словами Антония Суржского, который удивительным образом начинал свою молитву повседневную со слов «Господи, ты есть, и я есть, и мы оба здесь». И вот это вот ощущение рождает некие новые, качественные новые отношения с Богом. Спасибо вам большое, отец Тихон. С вами, дорогие друзья, мы тоже прощаемся. Будьте творческими, будьте креативными, и не забывайте, что именно в этом проявляется образ и подобие Божие в нас. Храни всех вас, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин